МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В клинической больнице номер 50 в этом году открылось палеотивное отделение, первое в нашем городе. Специалисты занимаются социальной адаптацией пациентов, оказывают психологическую помощь, лечат тяжелые сопутствующие патологии. Подробнее о работе нового отделения расскажем в следующем репортаже. Многие ошибочно предполагают, что в наше отделение приходят умирать. В нашем отделении людям помогают жить. Так охарактеризовала работу своего коллектива заведующая отделением Татьяна Воробьева. Здесь проходят лечения пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения, онкологией, деменцией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Палеотивная помощь включает как симптоматическое лечение, так и социальную адаптацию, работу с психологическими проблемами. Для госпитализации в наше отделение необходимо направление, которое выпишет участковый терапевт, либо врач узкой специальности, у которого наблюдаются пациенты. Также могут выписать направление врачи стационарных отделений, где находится пациент, потому что иногда мы переводим пациентов из других отделений, которым нужно необходимо дальнейшее продолжение лечения. Существенно облегчает работу медперсонала современное оборудование отделения. В каждой палате установлены электрокровати с туалетом и функцией переворота. Спинную и ножную секции кровати поднимают с помощью пульта. Электроподъемник помогает в перемещении пациентов с кровати на каталку, а благодаря столу-вертикализатору человека проще посадить или поставить на ноги. Есть кислородный концентратор, через которого проходит воздух, через специальные фильтры, и при выходе мы получаем чистый кислород. Активно у нас этот аппарат применяется для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с дыхательными проблемами. Отделение рассчитано на 40 пациентов, и сейчас все палаты уже заняты. Медицинскую помощь здесь оказывают бесплатно. Полис ОМС не обязателен. Раньше в городе было отделение сестринского ухода, в котором помогали неизлечимо больным. Возможности отделения палеотивной помощи гораздо шире. Мы можем проводить все обследования, которые есть в больнице, и пользоваться любой аппаратурой, и в нашем доступе любые препараты. Это очень важно, потому что, к сожалению, как и везде в нашем городе, много заболеваний неизлечимых, хронических, прогрессирующих. Персонал работает не только с пациентами, но и с их родными. Им рассказывают о том, как правильно ухаживать за больными. В будущем для родственников планируют составлять памятки. Продолжается реконструкция стадиона «Школа номер 7». На объекте должны появиться поле для мини-футбола, универсальная спортивная площадка, беговые дорожки, прыжковые ямы и многое другое. Что еще осталось сделать и успеть ли подрядчик выполнить работы в срок, выясняла наша съемочная группа. Тренажерная площадка, универсальная спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, легкоатлетический стадион с четырьмя беговыми дорожками и двумя ямами для прыжков в длину, зона для отдыха и проведения занятий с учащимися младших классов. Все это появится на новом стадионе «Школы номер 7». Также готово полностью мини-футбольное поле. Настелена уже трава искусственная. На сегодняшний день они ставят ограждение этой площадки. Реконструкция началась в апреле. Сначала на стадионе демонтировали старые спортивные сооружения, которые не менялись с 1997 года. Сейчас строители ведут завершающие работы. Отставания от графика нет. Работы закончат до 30 сентября. Основные работы выполнены по реконструкции. Готовы основания под все спортивные площадки. Осталось только закончить резиновое покрытие основных площадок. Реконструкция стадиона 7-й школы – это часть большого проекта по ремонту школьных стадионов. Следующей школьной территорией, на которой планируется реконструкция, станет стадион школы номер 12. Жара сохранится в Нижегородской области в ближайшие дни. 17-18 августа в большинстве районов будет плюс 30-33 градуса. МЧС рекомендует населению избегать воздействия повышенной температуры, сократить продолжительность пребывания на открытом солнце. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Пожар в Мордовском заповеднике под контролем. По состоянию на 16 августа площадь, пройденная огнем, составляет 5800 гектаров. В том числе площадь активного горения – 3 гектара. За последние трое суток, по данным МЧС Мордовии, авиацию для тушения огня не применяли. В ликвидации пожара принимает участие наземная группировка численностью около 700 человек. На территории ЗАТО Саров огня нет. Недалеко от города наблюдаются очагитления. Поэтому подразделения специального управления ФПС-4 продолжают работы по окарауливанию территории, в том числе и ночью. По сообщению пресс-службе РФИАЦ УНЕФ, очаги находятся в труднодоступных местах и на торфяниках. Для того, чтобы добраться до них, используют тяжелую технику. В Сарове с 18 по 20 августа пройдет ярмарка вакансий учебных рабочих мест. Специалисты Центра занятости окажут помощь в поиске работы. Расскажут о положении на рынке труда, курсах повышения квалификации, профессиональной подготовки для безработных. Ознакомят с банком вакансий. Граждане смогут пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления конкурентноспособного резюме, воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости. Порядка трети переболевших COVID-19 не могут вернуться к прежнему образу жизни даже после трех месяцев с момента выздоровления. Об этом Роспотребнадзор сообщил в своем инстаграм-аккаунте. После легкой формы коронавируса пациенты выздоравливают примерно через две недели, при средней тяжелой и тяжелой через 3-6 недель. За минувшие сутки в России выявили 20 765 новых случаев заражения коронавируса. Из них 528 в Нижегородской области. В Сарове за день заболело 7 человек. Из тех, кто госпитализирован, один в тяжелой степени, 34 в средней степени тяжести. Товаров на 1500 рублей похитил из супермаркета на улице Московской 24-летний саровчанин. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье кража. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Ночью 11 августа из двора дома номер 8 по проспекту Ленина пропал мотоцикл «Сузуки» стоимостью 245 тысяч рублей. В ходе следствия сотрудники полиции нашли вора. Им оказался ранее судимый 21-летний саровчанин, который недавно освободился из тюрьмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса кража. 12 августа в результате оперативных мероприятий лицо злоумышленника было установлено сотрудниками уголовного розыска. Мотоцикл был изъят и будет передан владельцу. Саровчанка стала жертвой интернет-мошенников. На известном сервисе «Плаблакар» девушка забронировала поездку и в итоге лишилась денег. Потерпевшая перечислила предоплату за будущую поездку на расчетный счет, предоставленный злоумышленникам. После, естественно, поездка была отменена, а деньги не вернули. На дорогах на прошедшей неделе не обошлось без происшествий. Саровчанка с водительским стажем более 30 лет, выпив, села за руль БМВ. Не выдержав безопасную дистанцию, она врезалась на светофор в автомобиль Киа, который, в свою очередь, догнал автомобиль Ниссан. Водителю Киа понадобилась госпитализация. В результате ДТП водитель автомашины Киа Рио получил телесное повреждение в виде сотрясения головного мозга, ушиба левого предплечья, ссадин и ушиба правого колена, после чего была госпитализирована в травматологическое отделение КБ-50. Всего за неделю сотрудники ДПС зарегистрировали 113 нарушений ПДД. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин. Служба новостей. Саров, 24. На стадионе ИКАР прошел праздник, посвященный Дню физкультурника. В нем приняли участие воспитанники детских садов вместе с родителями и военнослужащие. В рамках мероприятия прошли спортивные состязания РДС «Резкие, дерзкие, спортивные» для команд ВНИЕФ, посвященные 75-летию ядерного центра. День физкультурника на стадионе ИКАР открыли председатель Саровской думы Антон Ульянов, директор Департамента по делам молодежи и спорта Лариса Пустынникова и главный специалист правкомор ФИАЦ ВНИЕФ Светлана Чижикова. А сам праздник начался с базовой составляющей здорового образа жизни – зарядки. Я постараюсь показать полезные упражнения, которые помогут вам сохранить здоровье на долгие годы. Все, что вам говорили, забудьте. Не надо быстрее, выше, сильнее. Надо каждый день равномерно, без фанатизма, так, чтобы было с пользой. Поехали! Перекаты на спине, лодочка, наклоны и даже немного рукопашного боя. Зарядка выдалась энергичной. На центральном футбольном поле ИКАРа собрались спортсмены всех возрастов. Пока в одной части стадиона саровчане сдавали бег, прыжки в длину, пресс и наклоны, в другой соревновались сотрудники ядерного центра. В 2019 году команда «Заводила» уже принимала участие в спортивном празднике. Тогда они не только весело провели время, но и стали серебряными призерами эстафеты. В этот раз «Заводила» настроены на победу. Но, несмотря на спортивный азарт, что буквально витает в воздухе, никакого напряжения среди команд нет. Прошли уже гусеницу, сейчас проходили пирамиду, но еще впереди у нас еще три этапа. Пытаемся все сделать быстро и тщательно. Да, этот праздник нужен, это каждый год пускай устраивается. Ну, закалка, тренировка, как бы спорт, он всегда важен. Спорт – это весело. С этим утверждением определенно согласятся участники соревнования. Команды собирали пирамиду, катали гигантский шар, бегали гусеницы и запускали ракету РДС-1. Илья Солдатенко в 2019 году был участником состязания, а сейчас решил попробовать себя в другой роли. Не очень это тяжело, на самом деле. Главное – делать все правильно, как сказал главный судья. Сам этап заключается в том, чтобы люди пробежали на время, разобрали и собрали пирамиду. Собственно, команды пробегают и, собственно, все в зачет идет. Ну, конечно же, я переживаю за все команды, но за свою тоже волнуюсь. Но мне как судья нельзя сильно переживать. В этом году первое место взяла команда Иярфа «Буревестник». Несмотря на то, что эстафету резкий дерзкий спортивный ядерный центр проводит второй раз, она уже полюбилась сотрудникам и стала настоящим добрым семейным праздником. Бодрость духа, грация пластика, рельефная мускулатура и отличное здоровье. Для поддержания организма в тонусе необходимы еженедельные тренировки и правильное питание. Как подобрать идеальный для себя график тренировок и на что обратить внимание при подборе рациона, расскажем далее. Быть активным и спортивным – это модно. Для того, чтобы привести себя в форму и добиться существенных результатов, занятия в спортзале – оптимальный вариант. Здесь можно выбрать различные виды тренировок и программ для любого возраста и степени подготовки. Самое главное – желание заниматься. А все остальное сделает опытный наставник и тренер. Если это новый клиент, то он идет в одном потоке и без сунотизма, мы просто кондинируем мышцы, все группы мышц. Потом уже по продвижению ставим какие-то цели. То есть все равно человек приходит обычно просто потренироваться. А уже, к примеру, через год-два двои цели все равно меняются. И уже, в принципе, там после двух-трех лет это уже хороший спортсмен. У меня уже не один спортсмен стал мастером спорта. Индивидуальные программы тренеры разрабатывают и для людей с ограничениями по здоровью. Учитывают цели тренировок, физические возможности, допустимые нагрузки. В зале созданы все условия, чтобы занятия были комфортными для каждого. Да и сама атмосфера мотивирует настраивать на покорение новых спортивных вершин. Тоже зависит от настроя и своих мыслей. Кому-то очень тяжело дома тренироваться, кому-то очень сложно режимно там работать. Зал как-то стабилизирует эту работу. Здесь своя атмосфера, здесь своя энергетика. Это место ты просто начинаешь любить. Может быть сначала тебе тяжело, но потихонечку-потихонечку ты привыкаешь, и ты начинаешь просто любить то, чем ты занимаешься. Для того, чтобы достигнуть в спорте высоких результатов, спортсмену необходимо составить специальный рацион. Спортивное питание дополняет основные приемы пищи и помогает восстановить силы после тренировки, добрать мышечную массу, повысить возможности организма для того, чтобы и дальше прогрессировать в спорте. Можно спокойно тренироваться на обычном рационе, но при этом надо будет очень много кушать. И не всегда это получается. В этом плане спортивное питание очень сильно выручает. Дополняет, опять же, рацион, необходимые витаминные минералы, белковые продукции, либо углеводные белковые. Все зависит от задачи, которую представят перед собой спортсмены. Есть заблуждение, что спортивное питание – это химия, которая скорее несет вред, чем пользу. На самом деле это относится к анаболическим стероидам, которые запрещены в России в свободном обороте. Именно они наносят серьезный удар по здоровью. В основе же правильного спортивного питания лежат только натуральные продукты и органические экстракты. Основа популярных коктейлей, протеинов, которые он может приобрести и в магазине, и в спортивном зале, является сухой молоком. По сути, на производстве его удаляют лишнее содержание углеводов, жиров, заменяют сахар заменителями, в частности сукралоза, как правило. И добавляют натуральные ароматизаторы. Спортивное питание можно употреблять и обычным людям, если требуется поддержать иммунитет и восполнить дефицит витаминов и минералов. В магазине можно проконсультироваться со специалистом по всем интересующим вопросам и получить квалифицированную помощь. Будьте здоровы и получайте удовольствие от спорта. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова